Иногда эмоций так много, что может перехватить дыхание. Но в новом спортивном сезоне ОКК можно не сдерживать себя. Спорт и кино в одной подписке. Купи сейчас и сохрани цену. 1 сентября в Москве состоится матч на Кубок Открытия между ЦСКА и Акбарсом. Именно тогда будет дан старт новому сезону КХЛ. Хочется увидеть больше интересного хоккея, неожиданных результатов, крутых сюжетов. Может ли грядущий сезон стать легендарным для всей лиги? Попробуем порассуждать. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Как всегда, всё самое весёлое со спортивной точки зрения ожидается на Востоке. Да, сейчас однозначным фаворитом конференции выглядит Акбарс. Но здесь хотя бы есть шанс увидеть борьбу. Авангард, Металлург, Салават и Сибирь точно не собираются сразу отпускать вперёд Казанского Гранда. Сами же Барсы неплохо так усилились лучшим бомбардиром прошлого сезона Дмитрием Яшкиным. А также выписали из Анхайл Евгения Свечникова, который добавит команде надёжности на обеих сторонах площадки. Также будет интересно посидеть за работой Андрея Владимировича Разина в Магнитогорске. Ведь это настоящий вызов для специалиста, который раньше тренировал не столь большие клубы. На Западе всё по большому счёту без глобальных перемен. Армейские клубы продолжат уверенно шагать к финалу Кубка Гагарина, вообще не обращая внимания ни на какие внешние раздражающие факторы. Интересно будет посмотреть за прогрессом Нижегородского торпеда. Игорь Лорионов в прошлом году явил российскому болельщику до сих пор отторгаемую многими концепцию качественной, красивой игры в хоккей, которая ставится выше результата. И получилось здорово, и даже тот самый результат пришёл. Удивительно, да? Над Лорионовым не стоят с занесённым над головой мечом, и поэтому он может спокойно продолжать работать и развивать то, во что верит. А болельщикам и самим хоккеистам торпеда этот процесс явно нравится. Мы очень надеемся, что у профессора получится, и он разнесёт КХЛ в клочьях. Само руководство лиги продолжает пытаться менять что-то в лучшую сторону. Видимо, даже им самим уже сильно поднадоел финал Западной конференции в формате СКА-ЦСКА. С сезона 14-15 эти две команды встречались на данной стадии каждый год, кроме сезона 16-17 и коронавирусного отменённого чемпионата. А это на минуточку, почти 10 лет. Статистика для болельщиков, прямо скажем, удручающая. Кто бы как ни пыжился, армейцы всё равно будут впереди. И вот теперь КХЛ предлагает нам перекрёстный плей-офф, начиная со второго раунда. В теории это нововведение должно увеличить интерес публики, а также непредсказуемость игр на вылет. Но также в теории может получиться, что мы теперь увидим пару с КЦСКА уже в финале Кубка Гагарина. Задумка нестандартная. Осталось понять, как всё сработает в реальной жизни. А как вы думаете, станет лучше? Пишите ваше мнение в комментариях. С другой стороны, в плей-офф попадает 16 команд из 23. Это прям немного. Есть опасность крайне вялой регулярки. Если только та или иная команда не будет откровенно валиться, то высока вероятность полупроходных матчей не на пике возможностей. А подобная практика легко может затянуть всех в очень унылое болотце. С учётом того, что в КХЛ всё ещё числится кунь-луни, и очень непонятно, что будет представлять из себя вернувшаяся в Лигу Лада, вероятность попадания в плей-офф для остальных команд высока. Самым дорогим игроком КХЛ стал нападающий авангарда Владимир Ткачёв. 101 миллион за сезон без учёта бонусов – солидные деньги. Один из самых талантливых российских игроков Лиги, кажется, закрыл для себя страничку под названием НХЛ. Но главное, чтобы он на эти деньги действительно играл. 59 очков в 64 играх прошлого сезона – цифры для КХЛ хорошие, но не супер. Особенно с учётом остальных бомбардиров КХЛ. Радулов, Дакоста и Яшкин в среднем за матч набирают больше. Это как минимум. В любом случае, Ткачёв поднял ожидания от своей игры до максимума, и как минимум он должен стать тем человеком, который дотянет авангард до финала Кубка Гагарина. Всё остальное будет считаться, если не провалом, то разочарованием точно. Другой важной новостью стала натурализация некоторых легионеров. И вот тут, конечно, возникают вопросы. В принципе, лимит был всегда идеей странной и не самой рабочей. А с учётом современных реалий, так вообще не нужной, принимая во внимание большой отток иностранцев из КХЛ. При всём при этом руководство нашего хоккея готово налево-направо раздавать российское гражданство, не забывая при этом говорить, что у нас вообще-то всегда была лучшая школа в мире. Мы сильнее всяких канадцев-финов-шведов, и нет ничего мощнее красной машины. Не кажется ли вам, что имеют место быть некоторые двойные стандарты? В общем, лимит продолжает быть странным сопутствующим фактором каждого сезона КХЛ. И пока не видно причин, по которым наше руководство с советским мышлением будет избавляться от этого пережитка прошлого. Главной игротской новостью межсезонья, разумеется, стала история голкипера ЦСКА Ивана Федотова. Армейцы положили тяжелейший болт на контракт хоккеиста с Филадельфией и подписали с Иваном свой договор с множеством нулей и любовью к родине. За это словили дисквалификацию от ИЭХФ, как клубную, так и персональную для Федотова. Разумеется, обвинили эту организацию во всех смертных грехах. И теперь за свой собственный косяк требуют выхода всего нашего хоккея из международных отношений с ИЭХФ. Мол, мы ошиблись, но давайте за это пострадаем все. Главные говорящие головы нашего хоккея тоже не отстают и подливают своими комментариями масла в огонь. Почему-то нам стало выгодно не обращать внимания на законные юридические документы и ругаться вообще со всем хоккейным миром. Это может привести к полной анархии в отношениях между КХЛ, ФХР и ИЭХФ, НХЛ и прочими аббревиатурами. Как это будет выглядеть, сказать сейчас сложно, но точно ни к чему хорошему для наших игроков, сборных команд и вообще российского хоккея не приведет. Из позитивного стоит отметить строительство и ввод в эксплуатацию новых арен. Сибирь начнет сезон КХЛ в новом дворце. Стоит только порадоваться за новосибирских любителей хоккея и пожелать всем нашим командам подобного. Также в середине сезона ожидается открытие новой арены СК. И тут тоже будет на что посмотреть. Проект явно из какого-то будущего. Подобных новостей, конечно, хотелось бы побольше. К сожалению, в новом сезоне мы не сможем воочию наблюдать за игрой главной легенды КХЛ Таниса Зарипова. Великий татарин провел в этом межсезоне свой прощальный матч. Пять кубков Гагарина, умный и тонкий хоккей, невероятные лидерские качества. Такие люди, как Зарипов, пишут историю не одного-двух коллективов, а целой лиги. По прошествии многих десятилетий, болельщики без труда будут вспоминать фамилию Зарипов, когда речь зайдет о символах КХЛ за всю ее историю. Нам остается только порадоваться за Даниса и пожелать ему удачи в дальнейших начинаниях. На этом все. Пишите в комментариях, чего вы ждете от предстоящего сезона КХЛ. А если вам понравилось это видео, ставьте свой континентальный хоккейный лайк, подписывайтесь на наш канал и не забывайте про Телеграм. С вами была команда FoxHockey. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok